что ж всем привет друзья давайте как обычно сегодня будем рассматривать новости проекта волкин недавно вот 6 июля буквально вчера вечером вышла новость сегодня 7 июля поэтому вчера вечером вышла новость о том что сейчас посмотрим что за новость но перед этим важный момент если вы вдруг не знали я вот только не знал только совсем совсем недавно узнал заходим на сайт волкин и ребята добавили уже русскоязычный канал да то есть не англоязычный как тут я думал сейчас мы будем записывать с вами ролик относительно этой новости я предварительно все прочитал перевел еще вчера думал записать ну вот отлично отличной новости что они сделали уже русскоязычный канал где еще всего 2200 подписчиков поэтому я думаю об этом не знали заходите на сайт подписывайтесь и будьте в курсе всегда свежих обновлений на русском языке и так давайте посмотрим к чему приведет данная данная новость да зачем она вообще была написана и что происходит у ребят было последние две недели большой проблемы с приложением не работал маркет не работал ни хрена там вообще да и все ломалось крик тело пердела и так далее вот сейчас даже до сих пор нельзя вывести деньги из приложения по не то что не только из приложения да но и друг другу перекинуть на для этого надо использовать сторонние сервисы по типу фантома но не суть вот они час вы выложили все-таки новость решили нас обрадовать чем тогда давайте посмотрим чем пупу пум там настало время отблагодарить все дела да собственно все это вот можете вы прочитать то есть они говорят о том что как бы ребят сорян были косяки давайте как бы это вот вы молодцы и устроим вам какую-то эту плюшку дадим вот говорят что типа все ок мы продолжаем работать там и так далее так далее так далее но за что тут можно зацепиться да они говорят что раз вы такие молодцы все нас поддерживали в период бета тестирования вот вам пожалуйста несколько вариантов которые мы думаем будут вам интересно в плане в плане раздачи волкин то есть о чем говорится да о том что все токены которые были получены в плане комиссии да вот на маркете вы торговали вы покупали котлета продавали котлета вы также туда-сюда двигали одежду и соответственно с этого платили пять процентов комиссии волкинов вот из этого создавался фонд и теперь за терпение обратную связь да как они говорят давайте мы будем с этим фондом что-то делать и вот варианты на выбор первый вариант это сжигание токенов да вот он тут указан давайте подумаем к чему это может привести кстати в комментариях большое количество людей голосовал именно за этот вариант я своей стороны написал что давайте ребята делайте опрос лучше чтобы раз уж вы говорите что вот мы там комьюнити и так далее да так давайте бы решение принимать не на основе комментариев а на основе опросов но тем не менее сжигание токенов да если команда выберет этот путь развития в плане вот это вот фонда куда 10 фонд к чему придет же сжигание токенов сейчас у нас есть лимитированное предложение она как было так и осталось но токены в рынке которые сейчас да они точно также останутся то есть поясню да если мы сожжем токены это будет плюсом только в долгосрочной перспективе развития приложения почему потому что 2 2 миллиарда токенов до сделаем из 2 миллиардов меньше я не знаю какое количество там токенов ну допустим это будет там сто тысяч двести тысяч пятьсот тысяч пускай миллион даже не знаю сколько у них токенов комиссии они получили сеть токенов сожгутся а даже кстати по моему сказано было насколько я помню что 12 от 10 миллионов волкин вот 10 миллионов окей соответственно из 20 из 2 миллиардов будет сожжено 10 миллионов ну да это будет плюсик в долгосрочное развитие проекта потому что talking будет еще менее еще более редкий но на рынок это никак не повлияет почему потому что в рынке сейчас есть строгое количество предложения да то есть заходишь на любую биржу и там есть соответственно спрос есть предложения и вот эти 10 миллионов они не находились на бирже они не продавались они не покупали соответственно на уровень спроса и предложения они как не влияли так и влиять не будут поэтому если думать что сжигание токена в данном случае она как-то поднимет цену нет этого не произойдет но в долгосрочной перспективе через там полгода года это будет ну как бы определенный плюсик в рарности токена и соответственно повышению цены дальше новые airdrop и ну то есть нам предлагают сделать дополнительные airdrop и да просто раскидать токи на эти по пользователям ну как бы к чему это приведет да это приведет к поднятию флора потому что и падению цены соответственно монеты да потому что кто-то пойдет купить на это шмот и котлетов кто-то пойдет получит airdrop допустим там 500 монет 1000 монет не знаю да и пойдет это сольет на биржу вот что мы получим мы получим высокий флор потому что люди скупят котлетов и эти дополнительные деньги кто-то продаст эти монеты и собьет цену по итогу будет высокий флор низкая цена монеты и флор опять резко упадет вниз потому что кто захочет покупать соответственно котлеты зад при под паре и таком высоком флоре при и при такой низком стоимость монеты ну и дальше мы уравняемся то есть да получится такие качели своеобразные дальше что награды за квесты и активность ну квест это наверное насколько ты не знаки то вопросы может будут задавать да и активность ну то есть предлагают сначала просто всем раздать airdrop ам дальше предлагает раздать тем кто был более активен в приложении идея более-менее до распределить это как-то дело а да кстати активность если ты был активен приложение не знаю что что подразумевается под словом активность если эта активность которая как приложение будет выбирать людей по критерию активности то есть значит они будут пользоваться этим приложением значит они будут юзать все это дело соответственно если им раздать эти токены то что-то с наибольшей вероятностью люди пойдут и купить себе что-то на маркете нежели сольют токены на бирже поэтому если мы наверное выберем вот этот вариант то получат токены самые активные пользователи и мы получим высокий флор на все и дальше он будет постепенно снижаться ну с тем самым токен останутся в приложении увеличение наград за победа в соревнованиях очень непонятная тоже форму формулировка то есть это как на какой-то период дадут какой-то коэффициент например где где будет допустим не один волкин ты получаешь до 2 допустим на шестом уровне ну не знаю то есть на какой-то краткосрочной перспективе если заходишь приложение до опять же поощрение активных пользователей в пользование соответственно приложения только в в первом случае на него в первом награды и квесты это мы поощряем тех кто уже был активен до этого периода до в этом же мы случае поощряем тех кто будет активен вот после назначения награды за победу в соревнованиях до увеличения вот в принципе оба вариант просто те же яйца только в профиль как говорится так турниры и лидер борды а также розыгрыши spin the wheel этот вариант в принципе интересен мне кажется то есть с одной стороны хотелось бы как мне кажется похвалить поощрить тех кто уже пользуется приложением и как-то раздать эти бонусы тем кто реально пользуются да то есть но это было бы справедливо как минимум вот но но с точки зрения розыгрышев spin the wheel допустим на это где вот колес в колесико крутится и кто-то получает бонус мне кажется это более интересная история в плане продвижения то есть куда больше захочется рассказать о предложении куда больше будет какого-то движа если будет больше случайности в этом всем да ты вот зашел в приложение пункт тебе там 500 баксов упал потому что ты там 5000 волкин в тебе вот упала вот потому что это колесо покрутил прикольно прикольно ты сделаешь об этом контент и об этом расскажешь заходите типа все вот крутить колесо и будет вам счастье такой элемент казино получается ну довольно интересный вот так же не забываем что эта игра все-таки да и элемент случайности он должен быть элемент случайности у нас в соревнованиях он довольно слабо он показан да мы плюс минус считаем уже все что из 12 боев у нас будет 6 побед на ну то есть раз разорвать разработчики сказали что 50 процентов побед у вас будет ну так вот плюс и минус она и будет держаться вот а вот этот момент он будет интересен мне кажется то есть если бы был бы тут опрос я бы все таки наверное голосовал бы за розыгрыш потому что но это реально какая-то элемент игры появляется элемент азарта потому что все остальное но это просто кого как поощрить сжигание токенов ну не думаю что 10 миллионов как-то повлияют на цену даже долгосрочной перспективе относительно двух миллиардов но слабо верится еще ладно бы там 100 миллионов было до монет сожгли все равность монеты повысилась ну и то это будет дал газ в долгосроке потому что спрос там не увеличится мне кажется сейчас самая самая главная проблема эта проблема нехватки спроса на монету вот чтобы больше людей хотели ее покупать чтобы больше людей захотели заходить приложение покупать монеты прокачиваться вот и все было круто поэтому единственный пункт решает этот вопрос это розыгрыш и как только они команда решит все это дело то будет красота и токен пойдет вверх вот что вы думаете рассказывайте по этому поводу пишите в комментариях свои мысли и идеи